Только то, на что выдала лицензия традиционная медицина, то есть ультразвук, СВЧ лечение это хорошо, а все остальное плохо. Странный подход к этому. Это все вибрации. Ну да, без сомнения. Значит, если совместить это, то на определенной частоте все выровняется, и этот орган будет работать нормально. Да, абсолютно, тут даже как дважды два четыре в гости ходить не надо, чтобы понимать, что вот этот метод должен работать. Но это то, что дано человеку, определенному целителю. А вот то, что не дано человечеству, это построить те приборы, которые могли бы замерить частотные характеристики любого предмета. Вот это человечеству не дано. Тут приходится обращаться именно к тем целителям, которые в лучшей степени чувствуют вот эту вот частоту предмета или тела, или чего угодно, ауры, того же биополя, о котором мы говорим, нежели человеку удастся построить такую машину. Вот тут уже никуда не деться. Здесь цивилизация технологическая опаздывает и пока не нагнала тех людей, которых мы и называем, собственно, целителями, которые это чувствуют гораздо лучше, чем почувствует любая машина. Вот так вот. Это вообще отдельная тема, которой нужно будет отдельную программу. Посвятить и пригласить специалистов, да. Там еще целая сфера, целое направление. Это магнитотерапия. Тоже интереснейшее направление, которое уходит в тоже в область нетрадиционной медицины. Есть у меня, кстати, специалисты по магнитной терапии. Можно их пригласить будет в любую секунду. Они придут, расскажут, как это работает. Ну, есть же компания, это японская, которая производит какие-то там всякие там браслеты, которые там кровати, Niken называется. И там действительно люди говорят о том, что это очень здорово помогает. Это просто действительно очень интересно. Ну, есть определенные аппараты с разным магнитным полем, которые как бы вот это магнитное поле влияет на определенные органы. Опять же, не всякое магнитное поле, не на всякий орган. И там тоже одна из сложнейших теорий. Это я говорю еще раз. Именно вот эту частотную теорию нам нужно будет как-то отдельно посвятить ей программу. Посвятим, да. Посвятим, обязательно. Посвятим. Если говорить о частотных каких-то там аппаратах, то, вы знаете, опять же, мы беседовали с Игорем Ветровым на эту тему. Есть два эпохальные произведения. Один Махабхарата, а второй Рамайана. Так вот, в Рамайане описывается то, что Равана похитил Ситу, ну и Рамакришна пошел ее вызволять. Так вот, Рамайан был и до сих пор существует... Он был демоном, но он обладал просто невероятными какими-то... То есть его боялись даже, так скажем, полубоги его боялись. И вот он качествами... Он был очень могуществен. И он решил покорить всю землю. Он практически достиг этого. То есть он был практически бессмертным. Он вымолил, так скажем, бессмертие своими аскезами. И вот он установил в разных местах Земли определенные передатчики. Вот теперь это называют, может быть, кристаллы атлантов или так далее. Которые передатчики, которые, ну, под воздействием... Вот если их зарядить, если их запустить точнее, то тогда людям будет очень тяжело, если бы нашли эти места, если бы кто-то, допустим, вот так хотел Рава на это сделать. То есть он запускает вот эти передатчики, и идет какая-то волна идет, и люди просто ничего не могут с этим поделать. Ну, во время войны есть же такие испытания были, вы же знаете наверняка, о том, что можно волю подчинить, ну, просто. То есть человек ничего не может сделать с этим. Поэтому... Ну, да. Нет, я просто хочу объяснить. Тут еще одна интересная ситуация. Если говорить о технологиях, о сегодняшних технологиях, то, в принципе, человек в определенных пределах научился генерировать, ну, почти любые частоты. От очень длинных до сверхкоротких частот человек генерировать это может. Генерировать и отправлять. Но человек не научился получать, я еще раз говорю, я не могу сегодня замерить энергию, частоту колебаний кружки, которая стоит передо мной. У нее есть своя частота колебаний, но замерить я ее не могу с точностью. Если бы я смог ее замерить с точностью, я мог бы создать тут же такую же частоту колебаний, с которой, хотя это, наверное, довольно низкая частота колебаний, может, до такой современной техники еще и не дошла. Вот. Но, тем не менее, тогда бы эта кружка была абсолютно подчинена мне, если бы я создал такую же частоту. То есть, зная, что такое плюс, я бы знал, что такое минус. Тогда я создал бы резонансную частоту для этой частоты. Кружка могла бы просто развалиться. Ну, или, как говорите, подчиниться, если это живой организм или мозг. Но мы не научились замерять. Отдавать-то мы можем, принимать не очень. Вот такие вот дела. Так, еще один переход, который я хотел бы совершить по этому поводу, это довольно интересное отношение и соотношение. Сейчас объясню, о чем речь. Для начала цитата. Цитата очень забавная. Начинаю. Методы оккультной медицины, лечение с помощью космического разума, парапсихология, биоэнергетика, экстрасенсорика, телецелительство, магия, черное, белое или любого другого оттенка, молитвы народных целителей, снятие порчи, сглаза, йога, астрологические прогнозы и тому подобное, безусловно противоречат православному вероучению. Как вам это понравилось? Ну, мне всегда нравятся такие высказывания. Особенно предать анафеме, сжечь на костре, выжечь огнем и мечом и так далее. Заклемить позором. Заклемить позором. Мне понравилось, во-первых, что сброшено все в один котел. Магия черная и белая, йога, снятие порчи с глаза, астропрогнозы, все, вообще все противоречит православному вероучению. А вы знаете, не только православному, я когда вел программы на живом радио, чекахском живом радио, то мне позвонила потом, я не помню, в эфире, или после эфира, точнее, позвонила одна дама, и она говорит, Михаил, а что это вы рассказываете какие-то... Вот у нашей, вы же понимаете, в нашей еврейской, значит, традиции такие вещи говорить нельзя. Я спрашиваю, как? А почему нельзя говорить? Ну, какая йога? Йога, это же какая-то вот, это же совершенно какая-то чуждая нам... Помните, как это в Советском Союзе было? Чуждый элемент, да. Это же, да, это же какое-то, в общем-то, то есть, что такое йога? То есть, для нее слово йога, это вообще что-то такое непонятное, а ведь йога, это сегодня на полностью дискредитация самого понимания, что такое йога. Йога, это не позы, куда-то надо складываться и раскладываться, а йога, это образ мышления, вот только и всего. Просто это ведическая концепция. К Индии не имеет никакого отношения, тем более, к национальности и религии. Ну да, совершенно верно. То есть, идет вот такая вот довольно интересная дискредитация, и вот это вот странное соотношение, я, во-первых, хочу сказать, что это происходит не только от примитивного понимания йоги, но и от примитивного понимания там какого-то метода или вероучения. То есть, настолько же примитивно в данном случае понимается христианство или иудаизм, насколько примитивно понимается все то, о чем говорится. Но мы не можем, к сожалению, избежать на сегодняшний день, человеку свои мозги не вставишь, и мы не можем избежать на сегодняшний день, что во всех ортодоксальных, в особенности, общинах, ортодоксальных христианских общинах, ортодоксальных иудейских общинах, я уж не знаю, как там у мусульман, но я думаю, что примерно то же самое и у них происходит, хотя очень многое все-таки там надо делить, что такое арабская медицина до татара, монгольского нашествия, и что такое вообще арабская цивилизация после этого нашествия. Потому что арабская цивилизация это отдельный вопрос, и медицина, и астрономия, и многое другое. Но, кстати, арабы, наверное, одни из тех, кто дали нам традиционную медицину. Как ни странно, сегодняшнюю традиционную медицину. Это, в конце концов, восток, конечно, совсем по-другому относится к тем западным вещам, к которым, где мы живем, и то, что мы привыкли принимать на веру с помощью, опять же, тех же средств массовой информации типа интернета. Ну да, совершенно верно. Но, тем не менее, из этого понимания, как бы такого извращенного понимания православия или традиционного классического иудаизма возникает совершенно неожиданная вещь. Хотя в иудаизме, кстати, ну я не знаю, как кабалу можно считать, это нетрадиционный иудаизм, конечно, тем не менее, вот этот вопрос понимания законов, по которым работает мироздание, все-таки в иудаизме он в большей степени исследуется, нежели он исследуется в христианстве. Я уже говорил, что христианство одна из самых простых религий мировых. То есть она философски самая менее концептуальная. То есть там есть определенный набор философских понятий и не более того. Самое сложное, конечно, индуизм, объясняющее миропостроение. Христианство самое примитивное в этом отношении, но, тем не менее, это в большей степени моралистичная религия, чем религия, которая пытается познать мир. Ну, я бы хотел, может быть, как-то, может быть, нести коррективу. Дело в том, что не индуизм. Сегодня принято, еще раз повторяю, что индуизм, это индуизм, поскольку все это находилось на территории Индии. Но самый простой, элементарный момент. До Индии возникла сама по себе 2000 лет назад, чуть-чуть более. А мы говорим о визитических знаниях, которые пришли 5000 лет назад. Какая Индия? Вообще там есть история, почему стали называть это Индией. То есть жили люди где-то, и вот там за речкой, за какой-то там речкой, типа там, ну, не знаю, Гангой, допустим, жило какое-то там племя, будем так, или какие-то люди были, которые называли себя на каком-то непонятном языке, и вот это греки, которые там жили, они не могли это произнести. То есть языковые различия не позволяли им произнести так, как они произносили. Но что-то было созвучное, как хинду. И вот это назвали, после этого хинду назвали это Индией. Вот так она возникла, эта Индия. Ну и повторяю, 2000 лет назад. Но при чем тут на самом деле, скажем, ведические знания к Индии, это сегодня, ну вот, дискредитируется просто само понимание этого. Ну понятно. Я, кстати, имел в виду не конкретно сегодняшнее представление, что такое индуизм, а та система мироздания, которая как бы перешла и от ведических знаний досталась уже по наследству. Это действительно одна из самых сложнейших систем, если не самая сложная. Но, наверное, она наиболее полно и раскрывает как бы систему мироздания, нежели просто простая комплектация элементарных философских заповедей, из которых состоит христианство. Христианство не объясняет мироздание. Никоим образом, кстати говоря. Христианство вообще ничего не объясняет. Христианство — это набор моральных ценностей. Не более того. Более того, оно запрещает. Оно не объясняет. Оно просто берется и запрещает. Оно запрещает познание структуры мира и познание мироздания. Я все-таки возвращаюсь именно к целительству. Я тут смотрю по православным рекомендациям. Оказывается, гипноз — это тоже нехорошо. Не по-христиански. Кодирование — это совсем не по-христиански. Бесконтактный и биоэнергетический массаж «Православная церковь не приемлет», я цитирую, «Общий массаж не противоречит православному вероучению». Спасибо. Нам оставили массаж, ребята. По-моему, мы должны возрадоваться сейчас. Вы знаете, у нас только сегодня прошла одна программа, и человек, который сейчас здесь находится, вот он послушал бы, и было бы интересно, чтобы он по этому поводу, если бы он слушал нашу с вами передачу, чтобы он по этому поводу сказал, поскольку он относит себя к христианским проповедникам, хотя живет, конечно, в этом цивилизованном мире, все понимает, достаточно эрудированный человек, но как-то вот так вот мы с ним беседовали, он говорит, ну какая реинкарнация, ну о чем ты говоришь? Я говорю, а ты помнишь, что были люди такие, известные люди, там Платон, Сократ, вот они прямую говорили о реинкарнации, вот они как-то почему-то говорили, а когда вот это все произошло, почему отменили, допустим, это все, почему стали запрещать, ну вот мало кому, как бы это, вот даже в Википедии, кстати, написано, когда это все произошло. На что он должен был сказать, что Платон и Сократ были язычниками, и на этом закончился бы спор, да? Да, да. Вот, я просто к чему это говорю, к тому вот такое расхождение, толкование, что данный подход очень вредит тем, кто мог бы действительно помогать людям, потому что вот это вот устоявшееся мнение толпы, а мнение толпы это страшная вещь, почитайте Лебона, психология толпы, это тоже отдельный вопрос, вот, но это вопрос больше из области психологии, на самом деле, отдельной сферы, отдельного вида, но психология толпы вот такая вот создается, не то чтобы отрицательное мнение, но мнение о том, что там все жулики и шарлатаны, а раз там все такие жулики и шарлатаны, а наши традиционные верования это отрицают, то значит, стало быть, и ходить не надо. Недавно потрясло всю Америку, потрясла ситуация, когда умерла девочка 15-летняя в такой очень традиционной баптистской семье, которую родители не вводили к врачу с четким пониманием того, что ей должен помочь Бог, а если Бог заберет, то значит, так тому и быть, и вообще никаких врачей быть не должно. Вот это вот уже действительно было мракобесие, но это прошло по всем средствам массовой информации, не помню уже в каком штате, но тем не менее, вот случай просто такой, это то, что из ряда вон, это на одной чаше весов лежит, вот такое вот окончательное бесповоротное мракобесие. Второе, это традиционное мнение психологии толпы о том, что сплошное надувательство везде, впрочем, так и про традиционных иногда говорят, но здесь вот прочитав вот такой вот православный текст, сразу начинаешь впечатляться и понимать, что и обратился бы, но церковь моя православная не одобрит, так что уж извините, не пойду. Вот такая вот ситуация. Тоже довольно сложная вещь, против, с которой надо работать и, наверное, просто объяснять людям, что все далеко не так, что на самом деле не объясняет просто вера действующих систем мироздания, и мы как-то отталкивались от одного из постулатов, что в принципе-то нельзя так говорить, потому что сама по себе та же православная любая молитва, она существует не столько ради того, какие слова ты произносишь и как правильно ты славишь Бога в православной молитве, сколько создает определенную, это опять-таки мы возвращаемся к этой теме, частоту колебаний, точно так же, как создает мантра, точно так же, создает православная молитва, ну а для чего, на что она нацелена, я уже не знаю, по идее, православная молитва должна быть нацелена на очищение души, вот, но, наверное, и любая мантра тоже должна быть нацелена на это, иначе как объяснить? ну, мантра отличается от молитвы, я бы сказал так, что это справедливое утверждение, что очищение души с помощью молитвы происходит, да, но если мы возьмем, скажем, то, что происходило пять тысяч лет назад, опять же, на той же битве к Кур-Кшетре, то те люди, которые обладали своими определенными качествами, и они были действительно очень могуществами, они с помощью мантр, и с помощью огня, но не огня, который вот, горит огонь, а есть просто совсем энергия огня, то есть, это элемент огня, то есть, земля, вода, как мы знаем, земля, вода, огонь, воздухе, пространство, эфир, так вот, они заряжали стрелы с помощью мантр и с помощью воды, и они запускали эти стрелы, и стрелы летели на какое-то невероятное расстояние, то есть, когда скажешь нашему обычному человеку, ну, стрела, лук, стрелы, естественно, в его воображении обычно лук, обычная стрела, которая летит, там, сколько там, 100 метров, не знаю, эта стрела летела на огромное, естественно, мало кто поверит в это, на огромное расстояние, и когда она попадала в цель, раздавался ядерный взрыв, то есть, это работала мантра, то есть, это, ну, есть понятие, что такое мантра, мантра, то есть, два слога, допустим, но сейчас мы не будем в это дело вдаваться, но с помощью мантр, это не просто очищение идет, а я присутствовал в этом, я присутствовал в этом, я уже рассказывал, когда, и неоднократно я присутствовал, когда группа пандитов, они читали эту мантру, происходили просто невероятные вещи, то есть, очищение, да, происходило, причем, это реакции были, ну, совершенно непредсказуемые, люди могли там впадать в какое-то каталептическое состояние, они могли там рыдать, биться там, я не знаю, в истерике, то есть, это происходило действительно процесс очень серьезного очищения, если мы сегодня идем в Храм Божий и читаем молитву, ну, трудно найти, наверное, человека, который попадал бы в такое состояние и получал бы немедленное очищение. Да, так вот теперь, почему я начал эту тему, сейчас я ее как бы и закольцую. Самое интересное в этом деле то, что вот сейчас я вам прочитал такую цитатку замечательную из православной инструкции, в которой отрицаются практически все виды так называемой альтернативной медицины, отрицаются полностью, они все неправославные, ну, а если отрицается практически вся альтернативная медицина, значит, одобряется только традиционная, правильно, научная медицина, методом взаимного исключения, не логики. Раз все это запрещено, значит, лечитесь традиционно. Но самое интересное в этом деле, что из биоэнергетики как бы выходит так называемая биоэнергоинформатика. Биоэнергоинформатика формулируется как построение Вселенной, как информационно единого целого, то есть, опять-таки, с общим замыслом. То есть, Вселенная – это живая система, созданная общим замыслом и имеет единую информационную систему. То есть, она информационно едина. То есть, фактически, биоэнергоинформатика – это и есть Бог с точки зрения любой религии, монотеизма с точки зрения любого. То есть, как бы Бог, значит, существует на основе теории биоэнергоинформатики. Это, собственно, и есть Бог. Единый замысел, единая информация. Но самое интересное, что биоэнергоинформатика тоже названа во всех учебниках псевдонаукой. И получается какой-то замкнутый круг. Церковь запрещает все нетрадиционные формы лечения, отправляет наш традиционный формам лечения, то есть, к науке, которая псевдонаукой считает биоэнергоинформатику, то есть, теории Бога. Вот как это понимать, это у меня в мозги уже не укладывается. Потому что человеческой логике это не поддается. Ну, потому что там для этого нужны другие мозги. Да, вот там, где надо, мозги промываются соответственным образом. Из них вымываются, из мозгов вымывается здравый смысл, здравый смысл, я бы сказал, мудрость. И остается просто интеллектуальная информация, которая ни к чему никого не обязывает. И все вот прочитали и соблюдает определенные, скажем там, какие-то вещи. вот. Поэтому, так скажем, вот таким образом все это происходит. Ладно, будем потихоньку подводить итог нашей программы, потому что мы немножко ушли сейчас из, как бы, тем целительства в тем, но в принципе это все на уровне биоэнергоинформатики тоже происходят определенные, как бы, способы целительства и на самом деле многие этим, но не многие этим занимаются, только те, кто могут функционировать в едином информационном пространстве Вселенной. Говорят, такие люди есть, но я их еще не встречал. Но говорят, есть такие люди и живут на Земле, которые как бы подключены полностью вот к этой единой системе информации. То есть, они находятся вот в этом вот гигантском компьютере, который именуется Вселенной, я так понимаю, неограниченными возможностями, и это мы понимаем под словом бесконечность. То есть, компьютер мы определяем как ограниченное количество операций в секунду, пусть оно безумно большое. И во Вселенной это количество операций неограничено, и в какую единицу времени нам тоже непонятно, вот поэтому мы это называем неограниченностью. Но все-таки, скажите, вам попадался, Михаил, такой человек, который действительно подключен вот полностью, или считался бы себя подключенным полностью к этому информационному полю Вселенной? Вы знаете, мне кажется, да. Я читал только о таких. Мне кажется, да, вот более того, я буквально перед эфиром с ним беседовал. Хорошо. Очень интересный человек, он находится у нас в Чикаго, и он совершенно вещи удивительные рассказывает, причем, что самое интересное, его мало кто понимает на самом деле, он выступал, к нему обратилось, вот есть такое радио, интернет-радио, называется Блок Ток Радио, что-то типа такое, и там порядка ну, нескольких миллионов подписчиков на этом радио, и про него узнали, и к нему обратилась ведущая радио с просьбой, чтобы он там вещал, и с успехом шли вот эти вот программы, причем мало кто, естественно, понимал, о чем идет речь, но его слушало очень много, несколько тысяч человек его слушали, кстати, русскоязычный товарищ наш, вот, да, и знаете, чем закончилось? Закончилось тем, что его оттуда убрали, как бы с одной стороны совершенно непонятно, о чем он говорит, было, с одной стороны, а с другой стороны он начал говорить такие вещи, которые, ну, уже противоречат тому, что, как бы, можно говорить на этом радио, было, потому что, как бы, там, ну, должно быть все понятно, когда говорится о том, что, ну, вот, к примеру, человеческий организм, и вообще человек сам по себе, он в миниатюре представляет собой землю, вот смотрите, что делает этот человек, он на себе испытывает то, что будет происходить в масштабах всей земли, то есть, а у него есть четкая система, вот, вы знаете, я хочу его взять в радиопрограмму, и мы тогда с ним побеседуем, я его много раз приглашал к себе в наш этот центр, сангейцы, он там давал очень много всяких лекций, семинаров, это было действительно очень интересно, но, честно скажу, очень-очень трудно его понять, потому что он находится на том, то есть, он действительно подключен, вот то, что вы задали вопрос, подключен вот к этому информационному полю всей земли, то есть, вот количество наших гланц, они соответствуют количеству материков, количество стран, это соответствует нашим органам, все, и он это все рассказывает, он это все показывает, и вот если у него где-то, где-то вот у него есть в чем-то проблема, причем он напрямую подключается, это означает, вот что в том месте будет что-то происходить, то есть, он может работать, скажем, где-то землетрясение происходит, причем он знает, где, чего, в каком месте вот его организма, где находятся материки и вот эти все, то есть, ну, как бы логично, то есть, логически я понимаю, о чем он говорит, я, конечно, что не понимаю очень многих вещей, но с ним очень интересно беседовать. Ну, вот таким образом, я полагаю, так. Мы с ним договорились, что он в ближайшие пару дней посетит опять нас. И мне хочется его вывести все-таки в радиопрограммы. Ну, слава Богу, у нас есть такая возможность. Ну, да. Но это самое интересное, наверное, теория единого информационного поля, потому что меня эта проблема как бы всегда увлекала, и было бы действительно интересно с ним поговорить. Я еще раз говорю, что читал о таких людях, но ни разу не встречал. Но в данном случае перенос, по крайней мере, не всемирного, не вселенского информационного поля, но такое ощущение себя планеты. Да, это забавно. Просто интересно, как тогда он ощущает себя, когда количество стран на планете меняется? Ну, вот он ощущает. Я не буду в эфире говорить о том, что он описывал, но слушать его было ну, в общем, довольно страшно, потому что человек такие вещи на себе испытывать, это очень опасно с моей точки зрения, да и всех остальных людей. Но он говорит, для меня это нормальный процесс, я так живу, ну, что делать? Есть разные люди? Жив пока, и слава Богу, одно могу сказать, потому что не хотел бы я обладать таким даром, не хотел бы, честно говоря. Да, и вы знаете, к нему очень многие люди приходили на лечение, да и я сам, на самом деле, на интернете, но как-то у нас с ним другие отношения, то есть, если что-то было, то я ему могу звонить, мне просто не хочется мелочевкой какой-то, которая у меня бывает, его, как бы, занимать его внимание, потому что есть гораздо более серьезные вещи, и есть люди, которые, конечно, нужны гораздо больше помощи, чем, скажем, мне, как на каком-то этапе, поэтому я перестал к нему по этому поводу обращаться. Ну, когда он появится, я вас обязательно с ним познакомлю, и мы побеседуем в эфире. Сейчас у нас время уже подходит к концу, следующая программа у нас уже не за горами, пару минут осталось, я, правда, не вижу нашего ясновидящего на скайпе, видимо, он тоже, как и вы, куда-то там улетел, или застрял. Или застрялся, если он в Москве, то, скорее всего, это очередная пробка, да. Да, или застрял в очередной пробке. Но, тем не менее, программа наша надо передохнуть, давайте мы на этом остановимся. Ярослав, спасибо. Значит, я полагаю, вы остаетесь, да, с нами? Да, я остаюсь. Ну, я отключаюсь. Мы отключаемся, а потом я вас, если он появится, вызываю, если нет, тогда мы с вами продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова